За минувшую неделю в регионе стали чаще болеть представители всех возрастных групп. Об этом на областном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. В целом ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции оценивается как напряженная, имеющая тенденцию к стабилизации до высоких цифров. Вместе с тем фиксируем некоторые увеличения регистрации новых выводов в случае заболевания инфекции. На минувшей неделе чаще всего болели работники сферы услуг ЖКХ, образования и здравоохранения. Вице-губернатор Виктор Кудряшов поручил областному министерству образования более тщательно проверять соблюдение противоэпидемических мер в школах, поскольку в сфере образования в части взрослого населения отмечен рост числа заболевших. По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 62 103 человека с подтвержденным коронавирусом, 46 585 человек с пневмонией и ОРВИ. Все они обеспечены бесплатными лекарствами. План поставок позволяет сформировать запас более чем на два месяца. При этом не всем показаны все лекарства сразу. Существует пять схем лечения. Порядок обеспечения лекарственными препаратами на сегодняшний день следующий. Они выдаются всем пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 при выявлении положительного экспресс-теста или получения положительного ПЦР-теста. В день постановки диагноза к пациенту выезжает бригада и согласно определенной схеме выдают ему эти лекарства на весь период лечения. По словам министра здравоохранения, омикрон совсем не безобидный штамм. Он бьет туда, где хрупко. Амбулаторное звено работает в напряженном режиме с 7 утра и до последнего пациента. Что касается детей, то госпитальный фонд сейчас свободен на 50%. За две недели число подростков, которым требуется лечение в стационарах, снизилось на 34%. Среднее число обращений в день по поводу COVID-19 и ОРВИ уменьшилось на 41%. Нагрузку на первичное звено снижает возможность дистанционно оформить больничный лист. Таких обращений поступило более 14 тысяч. И в 85% случаев больничные открывали после дистанционной консультации. Также министр разъяснил вопрос получения QR-кода при наличии антител. Такой QR-код выдается жителю региона, ранее официально не болевшему. Чтобы его получить, нужно сдать анализ на антитела в любой медицинской лаборатории. Она выгрузит результаты в федеральную систему, откуда их направят на портал госуслуг. При этом важен факт наличия антител. Требования к их количеству не устанавливаются. Такой порядок действует с 21 февраля. QR-код выдается на полгода. Виктория Шарая, События.